Сказка о небывалой стране, Пришел я однажды в ту желанную сторонушку, да и рот разину, вижу, у дерева на ветке, на тонкой шелковинке висит каменный дом да каменный собор. Думаю, вот так диковинка. А мимо меня бежит без ноги человек, да так шибко, что за ним и рассаку не угнаться. Только хотел было я подивиться, вижу, человек отточил меч и пробует, мост одним махом перерубает. А вот осел бежит, нос у него серебряный, а сам он вонится по горячему следу за двумя зайцами разом, добежал до липы развесистый, видит, что на ней горячие оладьи растут, и давай их уплетать. Хотел я за них приняться, да и вижу, мимо меня тощая да старая коза идет, сто пудов сало под шкурой несет да пудов шестьдесят соли в придачу. Все равно, совру на удачу, и так никто не поверит. А видел я еще и того чуднее, плуг в поле сам собою пашет, а годовалый ребенок мельничный жернов с ладошки на ладошку кидает, а коршун байчей и утки реку переплывает. Рыбы безголосо это увидели дать такой крик подняли, что в небе от него зазвенело. Да и это не все, еще вот что послушай, иду, вижу, мед ручьем из долины в гору бежит, садись, да и кушай. Да! Сторонушка мудреная, там видел я, как две вороны лужайку косили, а два комара мост рубили, а два голубя волка разорвали, а два ребеночка козу вверх вместо маячика бросали, а две лягушки рож молотили. Видел я там, как две мышки на колокольне звонили, а две кошки в лукошке медвежий язык говорили. Да и этого мало, улитка на льва наскочила, к корочун ему прописала. И того ли еще я там насмотрелся, иду, вижу, цирюльник женщине бороду бреет, а грудной младенец на свою мать кричать смеет. Дальше иду, вижу, две собаки на себе водяную мельницу из реки тащат, а клячьих работу хвалит, себе на спину мельницу валит. А вон во дворе две коза печь в избе топит, четыре лошади тесты месяц, а рыжая корова хлеба в печь сажает. Вдруг петух закричал, -"Мне твою вранье досаждает!" Всего надо впору, а ты налгал с целую гору. 1Не веришь? 1Так сам побывай в той стране небывалой!